Добрый вечер! Две маленькие истории, одна с серьезным контекстом, другая так себе. Серьезным контекстом это 400-летие дома Романовых. Поздравляю! Сегодня как раз 21 февраля Земским собором в 1613 году. Ну, в общем, дальше вы знаете, с этого момента началось царствование первого Романова Михаила Федоровича. 400 лет вот уже, как эта дата. Помните, в советское время, по сию пору, кстати, тоже есть, печенье юбилейное. Есть печенье, нет понимания, какой юбилей имелся в виду. Как ни странно, тот самый. Печенье юбилейное было выпущено в 1913 году к 300-летию дома Романовых. Ну, еще одна маленькая история, теперь уже о другом. Какое-то количество лет тому назад, ну, лет 7, наверное, лет 6 тому назад, звонит мне одно пиар-агентство и говорит, вот к нам обратились китайцы, они собираются торговать у нас автомобилями, хотят заключить с нами контракт на пиар-обслуживание. Как ты думаешь, имеет смысл или нет? Я говорю, конечно, имеет смысл. Это очень перспективное направление. С китайцами по автопрому работать, это важно. И самое главное, что это задел даже не столько для вас, сколько для ваших детей. Потому что, когда все мы вместе будем находиться в концлагере, то вашим детям, как детям тех людей, которые были пособниками пришествия Китая на нашу землю, будут полагаться две порции риса, а вот моим детям, например, одна, а может быть, вообще не одна, потому что я пособником китайцев никогда не был. Они так серьезно подумали по этому поводу, потом позвонили, сказали, знаешь, мы решили, что не будем с ними работать. Недавно читал китайскую газету одну, она как раз издается на местном региональном уровне, на территории, сопредельной к Чите, к Читинскому округу, к Забайкальскому военному округу. И там было написано, что задача нашего, китайцы писали для себя, для внутреннего пользования китайского, в расчете на то, что никто не переведет с китайского на русский. Там было написано, что задача не развивать экономику, а задача интегрироваться в Россию. Ну, это то самое, как раз, о чем в анекдотах мы друг другу рассказывали. Короткими перебежками, там, небольшими отрядами по 5-7 миллионов человек перейти в советско-китайскую границу и ассимилироваться. Приятные перспективы экономического сотрудничества и наступления китайцев со всех сторон. Несколько лет тому назад китайцы вовсю воровали то, что им было интересно. А вот сейчас начали покупать. Это новая страница в взаимоотношениях мира и Китая. Дальше, опять-таки, уместен анекдот. Бог создал планету, все остальное сделали китайцы. Бог создал мир, а китайцы производят все остальные приложения к этому миру. И у нас на глазах разворачивается очень печальная, на мой взгляд, трагичная, но чрезвычайно перспективная страница взаимодействия фирмы Volvo и китайской G. Я сегодня получил в свою почту пресс-релиз о том, что в Гетеборге будет создан Центр исследований и разработок. Это совместный центр, очень новый, очень серьезный, грандиозный проект. Шведы вместе с китайцами, на самом деле просто на китайские деньги, создают центр, задача которого в первую очередь разработать модульную платформу сегмента C. И она послужит основой для автомобилей китайских и шведских. Вот раньше нужно было бы китайцам что-нибудь подобное, они просто пошли бы и сперли. А теперь, поскольку владелец компании G.Li, товарищ Ли Шуфу, один из богатейших людей Китая, он пошел по цивилизованному пути. Вот он купил фирму Volvo, он произвел определенные перестановки в администрации, в руководстве. Он успокоил шведов, сообщив им, что деньги по-прежнему будут, Китай в этом отношении не иссякаем. Пожалуйста, работайте, продолжайте. Но дальше начинается интегрирование, сотрудничество и проникновение. Но теперь уже за китайские деньги. И того, что наработано шведами. По большому счету, все это интересно, но применять очень тяжело, поскольку многое охраняется патентным правом совместных разработок, например, еще периода взаимодействия с Фордом. А вот теперь нужно создавать что-то свое новое. И это очень перспективно, очень правильно, потому что через несколько лет это станет китайским. И благодаря чему китайские автомобили станут похожи на настоящие. Это очень тревожный момент, потому что китайское по-прежнему останется китайским. Вот эта иллюзия о том, что китайцы, они молодцы, она ведь разбивается нашей повседневной практикой, когда мы берем в руки какой-то китайский контрафакт, какую-то подделку. Это тоже делает Китай, это тоже делает знаменитая китайская промышленность. Худший пример из того, что она делает лучше, это айфон. Я не считаю айфон достижением, но так или иначе сделано это все-таки в Китае. Других айфонов не бывает, но они все китайские. И те айфоны, которые наши девочки покупают, чтобы прилично смотреться в Макдональдсе за 30 папиных тысяч, они сделаны в Китае. Им можно гордиться, это модная вещь, но она китайская. А, например, фирма BMW, имеющая филиал в Китае, она выпускает свою продукцию под присмотром, естественно, немцев на том же самом заводе, который принадлежит фирме, выпускающей автомобили под брендом Brilliance. И когда китайцы говорят о том, что наш Brilliance это почти что BMW, они отчасти даже правы, поскольку за одним забором это делается в левом цеху BMW, в правом – Brilliance. Но Brilliance – это даже не автомобиль. И уж тем более не BMW. И когда китайцы в Германию пришли с Brilliance, то они получили вердикт немцев – это не машина, к продаже запрещено. И пинком взад выгнали их. А вот теперь Jilly, купив шведов, делает заход более серьезный, потому что одно дело – совместное предприятие там у себя, а другое дело – сейчас создать новый центр, заплатить, и шведы с нуля придумают много нужного, полезного и технологичного, подлежащего внедрению уже в Китае. Это даст очень серьезный прыжок Китая, конкретно автомобилям Jilly, они же Jilly, тут ударение может стоять где угодно, потому что нам кажется, что в данном случае Jilly – это одно слово. Нет, это 568 китайских слов, обозначающих все что угодно, начиная от царицы и заканчивая драконом, потому что у китайцев куда ни глянь, у них везде либо царицы, либо драконы, либо все это вместе взято. И вот в чем трагизм этой ситуации. Серьезного изменения уровня китайского производства не произойдет. Китайцы работают по-прежнему из-под палки, и очень серьезная проблема китайской промышленности, вообще любой автомобильной в частности, в том, что местному пролетариату нету стимула расти. Люди приходят на завод не для того, чтобы, как в русской песне, раньше в советской песне пелось, может главным конструктором стать современный рабочий. Китайскому современному рабочему это нафиг не сдалось. У него задача здесь, у станка, сдав себя в аренду в качестве приложения к этому станку, заработать ровно столько денег, чтобы через 3, 5, 7 лет уйти в частный бизнес, создать свою маленькую лавку и иметь свой собственный гешефт. И из-за этого у него нет необходимости, стимула и желания расти в производственной культуре. Он пришел рабочим, он спокойно будет исполнять свою функцию, он не хочет заканчивать техникум, чтобы стать из старшего рабочего мастером участка. Ничего подобного, он не будет этого делать, ему это не надо. Ему нужно получить деньги и уйти торговать тряпками, гайками, железками, чем угодно. И, с одной стороны, у китайцев безработица, а с другой стороны, у них нету достаточно квалифицированной силы. Если вы помните, 2 года тому назад завод Хонда китайский забастовал. Там было 350 рабочих, и все 350 рабочих в едином порыве объявили забастовку. Они требовали увеличения зарплаты на 25%. И японцы, казалось бы, вот у тебя 350 человек, выгони их нафиг, возьми 350 штрейбрекеров. Ведь полтора миллиарда человек живет в этой стране. Какие проблемы? Нет, вот эти 350 человек, это 350 адаптированных людей, которых нельзя выгонять. Им нет замены. Во всем Китае невозможно найти замену вот этим людям, которых всего-то 350 человек. Поэтому, хочешь не хочешь, 350 дрессированных, исполнительных, приспособленных к труду китайцев бесценно проще им поднять зарплату на 25% и ждать следующих требований. Вот теперь, создавая совместный центр, китайцы заходят, ведь у каждого свой сценарий. У Джили сценарий очень мощного удара по нам, по всем за счет шведов. Шведам деваться некуда. Шведы проиграли эту войну. У шведов не осталось легкового производства своего, потому что они несостоятельны. Причем несостоятельны они в силу своего шведского социализма. Когда у тебя рабочий на заводе получается столько же, сколько премьер-министр, и у него точно такие же права и гарантии, ты не можешь его согнуть в бараний рог и сказать ему, «Слышь, босек, ну-ка быстро упал, отжался». Ну, как это обычно делается в нормальных странах. Потому что он тебе скажет, я тебя по судам затаскаю, мой профсоюз тебя еще в бараний рог согнет. Вот из-за этого стоимость производства растет и в какой-то момент становится нерентабельным, компания разоряется, потому что ни на что нет уже денег. У тебя любой твой ход, он обязательно, так или иначе, содержит оплату вот этих самых рабочих. Ничего ты не поделаешь. Ты всегда должен своему персоналу, причем должен в три конца. То, что у тебя в виде налогов заберет государство, в данном случае уже никого не волнует. Фирма «Вольво» и, собственно, «Саап» именно по этой причине разорились. Они делали вполне конкурентоспособные товары. И они могли бы существовать дальше, но у них себестоимость производства стала просто чудовищной. Ну, при этом, конечно, еще какие-то определенные маркетинговые ошибки, дизайнерские. Например, Стива Маттина не зря пинком в зад вышвырнули на автоваз работать, пусть он убивает лучше автовазовские модели, чем продолжает гадить по Европе. Это совершенно логично. Человек облажался и от него избавились. Но шведы так многократно облажались. И поэтому «Саапа» больше нет. И, кстати, в принципе, уже и не будет. А «Вольво» ушла к китайцам. И китайцы молодцы. У них есть деньги, они покупают шведские мозги. А шведы, они толковые ребята. И у них есть много тем, в которых они реально что-то из себя представляют. Поэтому через несколько лет, через 2-3-4 года, китайцы получат доступ к технологиям, созданным специально для них. И теперь уже никакой «Форд» своим патентным правом не оспорит это. Другое дело, что в результате этой работы китайские машины станут не настолько лучше, чтобы превратиться в полноценные автомобили, а шведские автомобили станут реально хуже. Тем более здесь ведь еще один нюанс в том, что изначально совместная работа сосредоточена на платформе «С». Это тот самый «Гольф-класс». В «Гольф-классе» «Вольво» никогда ничего толкового сделать не могла. У нее всегда ничего не получалось. Вот сколько фирмы «Вольво» существует, она умела делать большие машины. Вообще фирма «Вольво» была сориентирована на американский автопром. Они делали «американистые» автомобили. Как только они уходили в сегмент маленьких машин, у них получалась ерунда. И эта ерунда была средненькая, паршивенькая, иногда более-менее приличненькая. То есть шведы здесь выступают не на своем поле и работают специально под китайцев. Но при этом шведы себе оставляют лазейку и говорят, что мы сделаем в результате этого автомобиля премиум-класса. То есть крутизна шведов настолько велика, что, как по анекдоту, мы настолько крутые. У нас 10 апельсинов – это уже дюжина. То есть «С-класс», «Шведский», наполовину «Китайский». В общем, это катастрофа, причем на нашу голову. Перерыв на новости. Ну, теперь потихонечку начинаем общаться, обсуждать муки вашего выбора, а заодно мои китайские параноидальные страхи. Телефон студии 6510-996. Сергей, мой тезка, вы сегодня у нас первый. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Сергей, как вы считаете, есть угроза для нас всех от Китая вообще, и в частности по автопрому, а заодно и для Европы, для шведов? Сергей, у меня вот такой вопрос. Для начала я как раз, в принципе, и звонил по теме вот этой параноидальной. Замечательно. Вы были в Китае? Да, был. Ну, как бы, вот, я просто в Китае был очень часто, потому что, скажем так, я занимаюсь мебелью, и наши производства занимаются. А у вас где производство в Китае? Китай же он разный. Ну, я вас понял, да. Производство у нас в основном в Гваньчжоу. Есть еще какие-то там, в Сычуань, в провинции есть что-то мелкое. Но, как бы, я был в Китае везде, и при всем при том, как бы, что, действительно, свойственная им определенная такая хитрость, причем довольно наивное желание обмануть, которое, в принципе, присуще, наверное, всем людям, которые занимаются. Вот. При всем при том, все-таки, вот, не могу согласиться с вами. Имеете полное право не согласиться, аргументируйте. Да нет, вот просто, хотелось бы, наоборот, чтобы вы прокомментировали вот это дело, потому что у вас всякое лучше получится. А все-таки, вот, просто поделюсь своим наблюдением. Давайте, давайте. Люди простые, как-то они гораздо более открытые, душевные, и все такое. И мне лично всегда немного стыдно думать о том, что, вот, я приехал сюда, там, в какую-то деревню, там, вообще, случайно, и там даже не в том дело, что кто-то там от меня зависит или от моего решения что-то зависит, а просто какие-то случайные люди, они настолько-то пожелательны, обычно, что мне иногда бывает стыдно, когда я думаю о том, как отнеслись бы к этому китайцу, там, если я в Москве. Ну, вот, какая-то такая у меня... Скажите, вы в Китай сколько лет подряд ездите? Вот, в последнее время, как, там, год, два, три, четыре, пять, десять? Вы динамику Китая успели отследить? Ну, в общем, да. Первый раз я был в Китае четыре года назад, но за четыре года он на стопе изменился. В принципе, каждая поездка, потому что я железную езжу два раза в год, бывает чаще. Каждый приезд, в принципе, замечаю что-то новое. Скажите, Сергей, вы отследили тот момент, когда в Китае началась программа правительственная под условным названием «Даешь холодильник каждому крестьянину». Вы заметили, в принципе, эту волну? Или вы в деревнях персоны Нонграда? Туда обычно никого не пускают. Вы знаете, вот мы были, на самом деле, в деревнях, но, наверное, это были не те деревни, в которые не пускают. Да, это были другие деревни. В Китае, как вы знаете, там невозможно оказаться там, где ты хочешь, потому что КГБ очень тщательно отслеживает маршруты перемещения любого иностранца, хотя делает иногда это даже ненавязчиво. Так вот, когда случился кризис потребления на внешних рынках 2008 года, и Китай не мог остановить свою промышленность, а рынки были закрыты очень многие для них, они вынуждены были переориентироваться на внутреннего потребителя, которого мы с вами не видим. И тогда часть производства они направили в деревню. Например, холодильники, и у них была специальная программа, в том числе по скидкам, по преференциям, о том, чтобы, наконец-то, в каждой китайской семье, в каждой фанзе появился холодильник. На что китайское общество, грубо говоря, ответило, простите, у нас, во-первых, нет электричества, во-вторых, последние 5000 лет мы нормально то, что у нас есть, храним в колодце. Это стыкуется как-то с Китаем, который вы видели? О том, что у них нет электричества. А вы видели, как Китай пашет на валах? Я видел. Я, кстати, тоже видел, как Китай пашет на валах. Да. Почему это показывают? Да. А я видел, там тебя не пашут на валах, потому что иначе они помрут с голоду. Вот то, что у них серьезно изменилось, да, у них часть производства пошла на внутренний рынок, и китаец в деревне, во-первых, впервые получил пенсию, во-вторых, впервые он получил новую тряпку. Это да, в тряпи, да. Да, и в-третьих, часть китайцев в деревне стали покупать себе те товары, которых никогда сроду у них не было, например, автомобили. На внутренний рынок часть автомобилей перераспределилась. Это произошло. Но Китай почему идет на экспорт? Частный капитал Китая, он стремится на экспорт в меньшей степени. А государственный, которого очень много, там 50%, он получил пинок партии, который приказал, ну-ка быстро все на экспорт. Если вы помните, раньше в автопроме попытка вывезти машину на внешний рынок, это была расстрельная статья, потом партия села, подумала и сказала, а вот теперь только попробуйте не торговать за границей. Они все бросились пугать мир и перепугали, например, та же самая фирма Джили, она в Америку притащила на автосалон свои машины и вызвала абсолютный шок, потому что американцы не думали, что такое где-то кто-то делает. Там была паника, не дай бог это начнут продавать. Они не дозрели до этого, просто их внутренняя политика туда вытолкнула. А в целом Китай, он с одной стороны великолепной рекламной плакатной своей красотой повернут к нам с вами, мы можем посмотреть на Пекин, можем посмотреть на Шанхай, на знаменитую железнодорожную ветку от шанхайского аэропорта к городу и сказать, да, действительно, в мире такого больше нет нигде. Спасибо фирме Siemens, что она по безоткатной технологии построила это в Китае, потому что когда Siemens с подобной технологией сунулся к нам, мы им сказали, ребят, ну, знаете, вообще-то откатик полагается. Вот этого фирма Siemens не перенесла, она сказала, нет, лучше мы в Китае построим, там за это хотя бы просто расстреливают, за то, что вы просите у нас. Но при всем при том, Китай, это страна себе на уме, Китай к нам относится, вы там с переводчиками ходили, европейской внешности? Не с китайскими переводчиками? Вот у вас переводчик русский или китаец? Китаец. А я ходил с переводчиком русским, с блондином голубоглазым, у него во все лицо читается, что он не знает языка. Поэтому он мне переводил то, что китайцы говорили про нас, когда мы шли, например, сквозь толпу. В основном это были матерные ругательства. Нас называют пучеглазыми, естественно, нас считают там недочеловеками, причем безотносительно того, русские мы или нерусские. Европейская цивилизация, цивилизация в бледнолицах, которая насчитывается всего там 2-2,5 тысячи лет, она уступает китайской, которая по официальным параметрам насчитывает 5 тысяч лет. Так вот мы для них не второй сорт, мы для них восьмой сорт. Весь мир принадлежит Китаю, они просто временно пока еще собой его не заняли, и когда вот оказываешься в той среде, в которой никто не ожидает в тебе знания китайского языка, узнаешь, как они на самом деле к тебе относятся. Знаете, я не знаю, что тут сказать. Ничего, просто примите к сведению. Ловишь такси, едешь в другой город. Просто такси, едешь в другой город. Словно говоря, там, я не знаю, ну, достаточно бывают длительные переезды, там, из Чанзи, там, например, в Сиань, да? Вот, просто на такси. Соответственно, то, что я случайно пойманный такси, остановился именно представителем, там, какого-то госдепа китайского РКГБ, это как-то сомнительно. Нет-нет-нет, просто если вы этому китайцу скажете, что вы хотите вон в деревню, он вас не поймет и туда не отвезет. Потому что он точно знает, что вот туда вам нельзя. У вас же на лице написано, что вы иностранец. Он вас повезет только по тем маршрутам, о которых он уведомлен надлежащим образом. Он знает, куда вас нельзя везти. И вы хоть вы треснете, даже если вы попытаетесь ему просто жестами показать налево, он сделает вид, что он не понял, нет там левого поворота никакого. Он вас туда не отвезет. Попробуйте, поэкспериментируйте. Выберите себе какую-нибудь деревню, какую-нибудь точку и скажите, вот я хочу туда. Вот вы посмотрите, что из этого получится. Я думаю, что не будет проблем. Нам действительно надо попробовать. Да, попробуйте. Но тем не менее, спасибо большое. Просто не будем затягивать, наверное, другие вопросы. Наши с вами впечатления о Китае, они оказались немножко несопоставимыми. Но смотрите, одно не противоречит другому. Алик, здравствуйте. Добрый вечер. Я рад вас слышать. Я тоже рад поздравить вас с прошедшим днем рождения, во-первых. Спасибо. И у меня два вопроса к вам. Ваше мнение важно для меня. У меня Мерседес С-класса 204-й, 11-го года, последняя рестайлинговая модель. 2,2 СДИ двигатель. Замечательная машина. Да, 170 лошадей. Но я посмотрел модель 250 СДИ, и там стоит тот же двигатель, но уже 204 лошадей. Да. Значит, у этого двигателя есть возможность поднять мощность. Да, я так понимаю. Это тот самый случай, когда уместно, это редкий случай, когда уместно сделать чип-тюнинг. Потому что фирма Мерседес делает именно так. Она один и тот же двигатель, чипует по-разному, и продает его за разные деньги. И вы, в принципе, и вот все те, кто апологает фирму Мерседес, они именно так и поступают. Они покупают самым простым мотором, а потом просто не за 30 тысяч евро, а за 500 евро. Поднимают его до того уровня, до которого уже нравится. И вы совершенно... Вот я как раз... У вас на ресурсе это не скажется никак. То есть ни на что не повлияет. Абсолютно ни на что. Да, работают там, трансмиссии, двигателя там и так далее. Это одна и та же. Увеличить мощность. Да, да, да. А вот вопрос тоже с этим связанным. Я в интернете посмотрел, там предлагаются разные блоки электронные для поднятия мощности. Да. Как вы к этому относитесь? Вообще ваше мнение. Или же надо через этот блок двигателя, электронный блок управления двигателя делать? Чиповат. Это многоплановый подход, но на самом деле здесь то же самое, как в медицине. Вам нужно найти хорошего врача, который знает, как это сделать оптимально. Потому что среди чужих точек зрения мы с вами блуждать можем очень долго. Здесь нужно, чтобы человек точно знал этот двигатель и точно знал, как это выглядит в заводском исполнении. Его задача просто сделать то же самое, но дешевле. То есть это беспроблемно для самой машины произойдет этот процесс? В вашем случае, это тот редкий случай, когда это будет именно что беспроблемно. Потому что завод делает то же самое просто в заводских условиях, но продает результаты своего труда за разные деньги. Ага. И второй вопрос, Сергей Степанович, связанный с Тигуаном. Да, что с ним? И давно дочери купили Тигуан дизельный, полметровый. Да. И вот я в ваших передачах слышал что-то про тормоза. Да. Конечно, у меня свои ощущения есть связанные с тормозами Тигуана. Вот я расскажу, а вы скажете, на самом деле так или что-то другое. При езде торможения, короче, Ту-5 тормоза. Приходится педаль качнуть, чтобы более-менее стали нормально. Вот такой эффект я ощущаю. Вот именно об этом и речь. Некорректная работа. Правильно. Потому что вот у некоторых людей было еще хуже, когда они наступают на педаль тормоза и при этом пытаются, например, слегка объехать препятствия, скорректировать машину. Машина принимает решение своим электронным разумом, что вы в данном случае хотите объехать препятствия, распускает тормоза, давая вам возможность его объехать. А вам это совершенно не надо. Вам нужно уже тормозить. А тормозов нет. Поэтому вам приходится в таком случае прокачивать педаль два-три раза. И вот вчера, когда мы вместе с представителями завода Калужского и Московской штаб-квартиры проводили наглядные заезды, там были в том числе люди, которые попали в ДТП на совершенно ровном месте. Просто ехал, просто начал оттормаживаться, просто чуть качнул рулем. Все. Он влетает в бампер впереди стоящей машины, причем с полным изумлением для себя. Но этот дефект, то есть эта особенность, она находится не у всех. Вот, наверное, 18-го, нет, наверное, 28-го февраля в четверг следующий у нас будет здесь в прямом эфире круглый стол, где соберутся и представители фирмы, и представители завода, и владельцы тягуанов. И мы будем вырабатывать некоторое резюмирующее решение по итогам заезда вчерашних, по итогам экспертной работы. И я хочу как раз услышать от завода, что именно они собираются предпринять для того, чтобы эту особенность устранить. Перерыв на блистательные новости. Наконец-то, ура! Дмитрий написал на сайт, ГИБДД рекомендует водителям чаще использовать средства видео и аудиофиксации. Это происходит в Свердловской области. Местное управление ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения при общении с инспекторами ДПС, тем более при возникновении конфликтных ситуаций, либо иных, каких бы то ни было, вариантов общения, тем более нарушающих законные права граждан, использовать все имеющиеся средства фото, аудио, видеофиксации, которые в последующем можно использовать в качестве доказательств. То есть, не запрещает, а наоборот, может, требует, что не может не радовать Дмитрия. Дмитрий, и опять-таки, к сведению всех, обратите внимание вот на что. В данном случае ГИБДД Свердловской области процитировало административный регламент. Административный регламент у нас введен в действие уже много лет, и там написано, что инспектор ГИБДД не вправе запрещать нам с вами проводить аудио, видео и фотофиксацию всего, что мы считаем нужно на дороге, тем более в общении с инспектором. То есть, это наше право, а мент поганый не имеет права, что бы то ни было, нам по этому поводу инкриминировать. Поэтому, когда милиционер машет на вас ручками и говорит, это моя личная частная жизнь, в данном случае он своими действиями приступает к закону. Вы знаете, как называются люди в нашей стране, которые приступают к закону? Они называются преступниками. Вы можете порадовать своей закладной запиской в местную прокуратуру, а видео, аудио, фиксации это ваше законное право и никто не имеет права ни при каких обстоятельствах вам препятствовать. Телефон 65 10 9 9 6 это не Свердловская ГИБДД, это телефон общения со мной. Алексей, здравствуйте, мое любимое автомобильное имя Алексей. Здравствуйте, Сергей, добрый вечер. Здрасте. У меня вопрос следующего характера про ПМВ 3 серии. кузов E91 универсал, двухлитровый дизельный мотор, N47 20D, там, по-моему, так он называется, точно уже не помню. Собственно, вопрос стоит, потому что, конечно, приобрести данный автомобиль 10 9 года выпуска, но появилась информация о ненадежности цепи ГРМ, потому что она рвется, и такие беды большие несет данный агрегат. Ну, это не то, чтобы все автомобили, которые покинули завод, теперь уже стоят по миру, тонким слоем намазанные, как масло на бутерброд, и у всех порвало цепь ГРМ в этом двигателе. Ведь вы же это увидели в интернете, а в интернете там обычно у кого все хорошо, они не пишут, что ура, я проехал на своей машине, сегодня весь день ничего не сломалось. Они пишут, ой, у меня заболел палец, катастрофа, у меня погасла лампочка, да нет, я больше не куплю Rolls-Royce, у него лампочка перегорела, да вы что? Алексей, вы просто будьте осторожны, но здесь тревога в другом. Вы где эту машину будете брать? По объявлению? Я хотел пригодить из Германии. А, это правильно, а вы умеете покупать машину в Германии? Да, у меня был опыт. Вот, в таком случае, абсолютно правильно, Алексей, вы идете верной дорогой, не бойтесь вот того, что вдруг здесь, на роду вам тоже написано рваный цепь ГРМ. BMW, она, свои автомобили создают по точно таким же законам физики, которые существуют и в Германии, и в России. Поэтому, сила трения там существует, напряженный момент есть, напряженность металла существует, проблемы все эти есть, а BMW не имеет на конвейере специального штатного колдуна, который бы умел производить какие-нибудь специальные манипуляции по сохранению цепей ГРМ. Не бойтесь вы этого, вы едете в принципе очень правильным путем приобретая себе машину, тем более вы точно знаете, что вы хотите, поэтому скорее всего вы именно это найдете. Главное, не нарвитесь на тюнинг, потому что немцы в этом, ребята, оголтелые, они могут вам подвесочку поджать, немножечко там пошаманить с двигателем, чуть-чуть сдвинуть фазы, а вы потом весь этот компот привезете сюда, и вдруг выяснится, что это в принципе, как говорят поляки, не притсуя. Вот тут у них же, как всегда, и модификацию еще много, на внутренний рынок ведь идет гораздо более обширная номенклатура предложений, а самое главное, что плохо тот немец, который не оттюнинговал свою машину хоть чуть-чуть, и вот таких полностью нетронутых там очень мало, это крайне редко, поэтому будьте осторожны. но вы же опытный, Алексей, и вы нацелились на хорошую машину, с которой, я надеюсь, проблем у вас никаких не будет. Семен, здравствуйте, Семен. Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос, я жене заказал новую ML, ну там, почти полные комплектации. К 8 марта, Семен? Ну, нет, она придет в июне. Эх, долго ждать AMG-пакет почему-то сейчас. Ну, неважно, в общем, суть в том, что друзья говорят, что подместку я зря заказал, что она будет лететь и так далее. Простите, Семен, ваше мнение услышать. Друзья-то на чем ездят? На каких Жигулях? Они на G-классе. На G-классе. С точки зрения Гелендвагенов все остальное хлипкое, слабое, и если врезаться в забор, то забор окажется прочнее, поэтому не то взяли. Понимаете? Нет, но говорят, что там она полетит быстро и там потом придется ее восстанавливать, это очень дорого и так далее. Не так быстро. Это хлипкое, да. Не, ну, опять-таки, кто пользователь? А ваша супруга, получившая такую замечательную машину от столь блистательного мужа Семена, она, конечно, пару раз ее в колодец-то уронит, естественно, ну и пару бордюров не заметит. Ну, плоха та женщина, которая ведет себя как-то иначе. Но вот этот вот легкий наш с вами жигулевский подход к технике, когда мы ожидаем подлянку на ровном месте, я к ней подошел, а она умерла. А что это? Это было в прошлом веке. У Мерседеса сами по себе они не развалятся. Для того, чтобы это произошло, ну, нужно будет немножко постараться. Ваша жена этого сделать не сможет. А вот так что вот само по себе неа. А еще один короткий вопрос можно? Да, конечно. А вот я езжу на четвертом Discovery, да? Ух ты! И дизельном, и хотел бы его чипануть. Вот ваше мнение насчет чиповки такой машины. Ну, чуть-чуть лошадок как бы добавить, но как-то мне немножко так... А не хватает? Ну, хотел бы чуть больше. Говорят наоборот, что дизельные машины как раз надо чиповать. Ой, как странно. Почтительно по сравнению с бензином, где последний раз я был. Вот меня слово надо меня смущает. Что значит надо? Ну, говорят, что 50 лошадок можно добавить вообще ни на чем не будет сказываться практически там. Плюс, не знаю, литр бензина на машину будет совсем по-другому. У вас он дизельный, то есть литр дизельного топлива? Ну, да. А у вас что, 39 колеса стоят? Вам не хватает на бездорожье их провернуть? Да нет. Или со старта... Стартовать будет чуть-чуть, стартовать будет чуть-чуть. А-а-а! Вы немножко спидигонщик. Вам на свето... Нет, нет, нет. Если можно, то почему нет? Можно. У дискаря можно. Главное найти того умельца, который реально соображает, как это делается. Не тот, который взял, купил это нечто и туда его воткнул, чтобы оно там. Потому что вот тот самый двигатель, который стоит на вашем автомобиле, он в разных степенях форсировки у разных производителей таскает на себе совершенно разные автомобили. И это только у Лендровера он считается чисто британским. У французов он считается чисто французским. А у немцев этот же самый мотор считается чисто немецким. И у него разлет по мощности двигателя очень даже обширный. тем более, когда вы хотите чуть-чуть, ну, вы даже не очень сильно перегрузите ему трансмиссию. Но, конечно, вы машину уводите в другой диапазон рабочий и как всякая штука, которая с напряжением живет под вами, она в какой-то момент, а тем более Лендровер, она скажет, дорогой Семен, прости, я утомилась, хочу отдохнуть. Вы знаете, у дискорей это особенность, когда там она ехала-ехала, где-нибудь грибла всеми четырьмя, а потом сказала, я прилягу, я отдохну, и все, и распустилась, и бррр, и вы ждете, пока она, например, остынет своими вискомуфтами. Двигатель тому будет только способствовать, но вы же не ездите по бездорожью, значит, а в городе все нормально. То есть вы будете еще большим красавцем, чем вы есть на самом деле. Это почетно и правильно. Можно купить хороший костюм, можно отчиповать двигатель. Двигатель будет увлекательней по жизни, потому что костюм-то помнется, а двигатель помнется не сразу. Спасибо, брат. Спасибо. Какие приятные хлопоты. Вот меня это только радует. Ой, так. Вот, не получилось. Это очень жаль, поскольку, ну ладно. Олег, Олег, вы со мной. Да, здравствуйте, Сергей. Хотел задать такой вопрос. Недавно купил себе дизельный Фассад ЦЦ, сгонял на нем в Швецию и обнаружил. Оказывается, в Швеции продают ЦЦ дизельный и на полном приводе. Причем еще стоят они, ну, совершенно недорого, порядка 40 тысяч евро. А может быть, знаете, планируют ли такие машины поставлять в России или реально ли заказать ЦЦ на полном приводе еще и дизельный? Ну, на самом деле не особо планируют, потому что достаточно того, что есть. Но если вы погоните волну и начнете раскачивать этот рынок, вот так, знаете, как реальный клиент, то со временем может быть, вы и добьетесь внимания к себе. Потому как вот на сегодняшний день у Фольксвагена настолько обширный ряд модельный, что достаточно для зарабатывания денег. Дизельная машина, она ведь требует всегда сертификации, она требует особого клиента, а большинство людей, которые покупают ЦЦ, они берут не как рациональную покупку и не обращают внимания на то, что дизель интереснее или он, например, экономичнее. Они смотрят на обложку. Обложка вдохновила. Пошел и купил. Бензин, мы понимаем, потому что для той категории эстетов, которые ориентируются именно на внешность Passat CC, для них вот эта дизелизация с тракторным подтекстом, она немножко принижает премиальность товара. Именно поэтому не хочется, не хочется. Но если есть спрос, который вы сможете имитировать с нескольких аккаунтов, то вполне возможно, что вам пойдут навстречу, и когда вам, наконец, надоест ваш собственный ЦЦ, вы купите уже дизельный, хотя к тому моменту он будет совсем другой. А машина... Не подскажешь? Да, да, говорите. Машина-то ваша как, вот в результате ощущения? Вы ведь взяли именно ради красоты. Вы удовлетворены этим своим ходом или есть какие-то компромиссы? Ну, на самом деле, я хотел купить Audi A5, но он что-то в последний момент переиграл на Volkswagen Passat CC. Ну, в целом, в принципе, доволен. Конечно, хотелось бы дизельную Audi, но там уже два с половиной миллиона, а здесь где-то миллион восемьсот вышла машина. Вот, но в целом у меня до этого было у Peliastro J1,6 Turbo, расход был 14 литров, а здесь на трассе 5 литров без топлива, это просто сказочно. Вот, поэтому, конечно, очень доволен. Но, разумеется, есть какие-то нюансы, ну, они незначительные. Ну, то есть вы не прогадали, взяв эту машину? В целом, нет. Единственное, вот, обнаружился такой косячок, вот сейчас, когда минус, машина реально вся хрустит и трещит, ну, постоянно какие-то скрипы. Как только наградочники плюс один, все, все моментально пропадает. Все в идеале. Это специфика моей машины или всех фасатов, но вот есть такой нюанс, мне очень приятно. Скажите, как вы думаете, есть ли реальная китайская угроза для нас вообще и для автопрома в частности? Ну, разумеется, есть, потому что китайцы очень динамично развиваются на автомобильном рынке. Ну, тот же пример, по-моему, Корус называется, недавно они представили машинку. Достаточно достойный экземпляр, вопрос его ценовой политики, если они будут его продавать по 500 тысяч рублей, то, безусловно, она найдет своего клиента, за что внешне, хотя бы на обложке, она очень достойная. Хотя, вот по отзывам людей, которые ее уже трогали и видели предстоятельные варианты, все равно, ну, как бы китайская топорщина присутствует. Ну, посмотрим на финальный вариант, что нам покажут в автосталонах, но, тем не менее, я считаю, через 3-5 лет китайцы возьмут достаточно большую долю рынка. Скажите, Олег, ведь китайцев вы наблюдаете так же, как я, на нашем рынке уже порядка, ну, наверное, 10 лет, и каждый раз мы им говорим, ну, через годика 2-3 они точно нас всех подомнут. 2-3 годика прошли, они только лишь лишний раз облажались. Не совсем соглашусь, потому что, ну, вот как бы ховеры их реально покупают. То есть, остались из китайцев те машины, которые берут. И, когда смотришь статистику по продажам, удивляешься, когда китайцы могут продать порядка 10 тысяч машин на российском рынке, это, ну, я считаю, это для китайцев много. А ведь начинали, они вообще со штучных экземпляров, там, 10 штук, 100, 200, 300. И у людей меняется мнение по поводу машин. Если раньше саша китайская, да ну ужасно, а сейчас люди реально рассматривают альтернативу покупки кикапа, и... Перерыв на новости, но это хорошо. Телефон любимой радиостанции Сергея Асланяна 6510 996 у нас Аня на линии. Здравствуйте, Аня. Сергей, добрый вечер. Здрасте. Я обладатель 4, к сожалению, не полный привод. Вот, сейчас думаю о покупке BMW 520. Что можете сказать? Ух ты, как здорово. Ань, жизнь засверкает новыми красками, особенно учитывая заднеприводность этого автомобиля, который вы не готовы. Или вы до этого... У меня и пугают мужчины, да. Да, но, Ань, ведь у вас же на роду не написано с утра до ночи крушить во дворе помойные ящики и пугать соседских кошек. Вы покупаете новую блистательную машину. Вы выезжаете на ней в мужской жестокий мир. И мужики на вас смотрят с вожделением и трепетом. А в этой связи ни в коем случае не надо торопиться. Нужно дать себя разглядеть. Пусть они полюбуются, пусть они позавидуют. Поэтому вы будете вкатываться в BMW очень аккуратно. Если вы ее возьмете не прямо сейчас, а возьмете вы ее в сухую погоду, вам нужно будет всего-навсего не торопясь освоить на заднем приводе сухую погоду, мокрую погоду, снежную погоду. После этого вы будете анимастерицей на все руки и на все педали. И никаких проблем не будет. Самое главное заповедь любого человека, который что-то в своей жизни меняет. Не торопиться. И тогда не будет проблем. Потому что поведение А4 кардинально отличается от пятерки BMW. Но, согласитесь, такая рамка для такой картинки, как вы, это гораздо интереснее. Спасибо. Успехов вам! Как же это здорово! Владимир, это вы. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Ну, во-первых, спасибо вам за такую познавательную передачу и за прекрасный русский язык. Спасибо вам! У меня история небольшая и вопрос. Давайте, конечно. Жена очень давно хотела BMW. Вообще, вот любит она эту марку. Ну, я, в принципе, разделяю до недавнего времени ее, эту позицию. И купили мы перед Новым годом ей X1. Двухлитровый, дизель, полный привод. Вот, пригнали ее из салона. Были как раз перед Новым годом морозы сильные, если помните, да? Она пришла на улице и на следующий день мы такие радостные пришли, чтобы завести ее и поехать в ГАИ, чтобы зарегистрироваться. Она не завелась. Звоню в BMW, они говорят, ну, морозы у нас у всех, они не заводятся. Я говорю, как, это разве характерно для BMW? Ну, они пожимают плечами, говорят, ну, да, иногда бывает. Ну, слава Богу, как у всех, наверное, есть свой автомеханик, он приехал с феном, там подключили, погрел стартер, говорит, да, вот у новых, наверное, там чего-то не разработалось. Вот у меня, в принципе, вопрос, неужели это действительно так бывает, что вот новая машина и тут грянул наш русский мороз и BMW тут, в принципе, и прекратила свое существование. Мороз-то были не очень сильные, ну, градусов 20-25, наверное. То поколение немцев, которые помнят, что такое русские морозы, они уже в силу возраста не столь активны, а их воспоминания, они как-то потомков ничему не научили. При этом по ГОСТу, а у нас два года тому назад ГОСТ пересмотрели, дизельные машины должны заводиться, если не ошибаюсь, при температуре минус 10 градусов, согласно государственному стандарту. Поэтому до минус 10, у вас к данному изделию претензий были? Не было? Нет, не было. А после, посмотрите, какие хорошие немцы, они с таким почтением относятся к нашему законодательству. Если эти русские изменили стандарт, ну почему бы нам, немцам, не пойти им навстречу, не сделать столь блистательный автомобиль, который будет жить при температуре минус 10? У нас по ГОСТу глобальное потепление климата уже настало. Ну, у нас не бывает минус 20. Кстати, минус 50 у нас тоже не бывает. И смешно то, что сертификация транспортных средств, которые приходят к нам на внутренний рынок, обязывает их уметь заводиться при минус 25. Вот тут небольшая эклектика. ГОСТ требует при этом всего лишь минус 10, поэтому атака легко отбивается. А о том, что БМВ не является эталоном на планете Земля, ну, машинка-то неплохая. Машинка, да, сама неплохая, но осадок остался, что-нибудь. Осадочек остался. Знаете, у меня приятель недавно купил себе то же самое, только под названием ХЗ, который X3. Я понимаю. И у нее оказались совсем небольшие помарки в ВИН-коде выбитом на кузове. Он приехал в ГАИ на новой машинке из Калининграда, ему гаишники сказали, а что ты к нам наугнанный с перебитым номером приехал? Канай отсюда. И он канал оттуда. И долго, потом полгода разбирался с представительством по поводу того, что, а что это он такое купил? А ему все говорили, знаешь что, ты, конечно, уважаемый клиент, но пошел-ка ты нафиг со своей дешевкой. Вот купил бы ты у нас что-нибудь покруче, мы бы с тобой более-менее говорили, а так уже ты нас достал. Ему менеджер это открытым текстом. Я в данном случае цитирую с легкими купюрами и с переводом на русский язык, потому что менеджер в салоне был конкретней, когда он называл ему адрес, куда он должен идти со своими претензиями. Потому что, что ты дешевое купил? Мы уважаем тех людей, которые уважаемые. Хотя сам по себе идеологически автомобиль у вас абсолютно правильный, потому что и двушки ему хватает, и очень грамотно, то что вы взяли, конечно, 4 на 4, потому что 4 на 2 брать нельзя ни в коем случае. Нет, я тоже это понял, да, и повезло, там у них акция была такая. Ну вот, вот так вот получилось. Разнашивайте эту машину, и... Ну, разносили, потом были морозы, действительно, она уже заводилась нормально, как и положено. То есть, там как бы и топливо, на что говорили эти представители дилеров, ни при чем оказалось, потому что на хорошие запраски. Они вам сказок будут рассказывать так много и по любому поводу, что, в конце концов, вам просто надоест их слушать. Кстати, в преддверии грядущего 23 февраля могу сказать, что вашей супруге очень повезло с мужем. Это приятно, когда супруг такими подарками барышню не столько балует, сколько содержит. Владимир, нижайший вам поклон. Илья. Алло, Илья. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Сергей. Второй день хотел звонить. Вам же повезло, наконец-то, Илья. Вы в эфире. И, кстати, я тоже. У нас есть возможность поговорить. Замечательно. Вот я уже два раза ездил на тест-драйв в Фортекс-405. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу этого автомобиля. В общем-то, выбираю, можно сказать, между Фортекс-405 и Land Cruiser Prada. Новые автомобили из Талона. Ух ты. Но по комплектации их тоже выигрывает, конечно. Вопрос встает по надежности. И хотел бы спросить, что вы думаете по поводу этого автомобиля. Простите, Илья. А что вы думаете по поводу надежности? Вы себя пытаетесь обмануть в чем? В том, что где-то на планете Земля научились делать вечные двигатели, непогрешимые машины, а производственники это такие мудрые ребята с высшим образованием? Нет. Есть же Тойота, управляем мечтой. И в салоне у дилера они тоже, когда узнают, что я выбираю между их Форором и Прадо, они, естественно, удивляются, как я могу сравнивать Форт американский с Тойотой. И, в общем-то, форумы читаю. По поводу пятого Форора есть много негативных отзывов по поводу этой системы Майкрософтовской. А по поводу Прада есть некие опасения по поводу дизеля, потому что когда на дизеле не ездил, много сообщений о том, что проблемы с заводом зимой, топливо нужно отслеживать постоянно. Илья, вы так блистательно впитали в себя рекламный посыл Тойоты, что начал наконец-то мечтать о ней. А вы обратили внимание на пресловутый рекламный ролик, который сопровождает эксплорер в телевизоре? Да, конечно, я видел. Там ведь вы должны быть достойным этой легенды. И вам как раз там предложено, как именно. Вам там четко сказано, что вы должны в армии послужить, причем в горячих точках, чтобы когда оно взорвется, вас еще этим кайфом обдало с ног до головы. Вот вы прошли все эти испытания, чтобы быть достойным эксплорера, или как? Сейчас я езжу тоже на Форде, но это Форд Тимакс. Ну, это такой фокус Тимакс. Да, я знаю, да. Соответственно, с Фордом, в общем-то, у меня претензий нет по поводу надежности. А в армии-то вы служили, Илья? Нет, в армии не служил. Ну, как вы можете... Ну, что, вот вы сейчас придете в салон, они на вас посмотрят как на человека достойного, а у вас, во-первых, управляем мечтой, а во-вторых, в армии не служили. Ну, как же можно после этого брать эксплорер? Он только для тех, кто вот в пехоте. Знаете, я, например, во флоте служил. Мне тоже нельзя, потому что меня ни разу этим... то, что там у них рвануло на заднем плане, меня этим не обдавало никогда. Хотя у меня флот тоже был довольно своеобразный, с регулярными сухопутными заходами. Я не могу купить себе Форд Эксплорер. Но если... Вы через сколько месяцев пойдете выбирать себе машину, конкретно уже покупать? Да, в общем-то, я последние два месяца занимаюсь тем, что выбираю. Едет в Золна Тезраева и Прадо, и Эксплорер. Понятно, уже умучились. Вы сейчас купите себе либо Эксплорер Алабужской сборки из Татарии, либо Прадо Владивостокской сборки с Дальнего Востока. Нет, Прадо есть еще возможность Японский купить, они еще остались в Солна. То есть последние. Еще немножко, еще чуть-чуть, и вы будете выбирать между русской машиной и русской машиной. И то, и другое замечательно. Там же крупновываловая сборка, и на самом деле, вот как говорят дилеры, что по сути это даже сборка-то граничная. Конечно. Но еще бы вы можете себе представить, чтобы наши русские допромахнулись резьбовым соединением, когда они по нему кувалды фигачат. Конечно, они как японцы абсолютно точно сделают. Ведь наш русский со своей зарплатой, он же обожает вас. Он же с огромным уважением. Он думает, а не Илья ли в Москве клятый москаль купит поганый гад эту нашу тачку, а мы тут недоедаем. А кстати, мы для этого Ильи сейчас тут возьмем и изменим своим пролетарским принципам и сделаем все клево. Вы в эту сказку верите? Илья, вы же... Ну, честно говоря, я не верю, но в то же время вот та машина, на которую я сейчас езжу, она германской сборки, немецкой сборки. И тем не менее, качество сборки, оно тоже не совсем идеальное. Я думаю, это присуще Форду вообще в принципе, что у меня особо отслеживает качество сборки. Ну нет, некоторые модели у них вполне себе удачные. Вы выбираете между бензином и дизелем по большому счету, а ездить будете при этом по городу. Вы не будете штурмовать бездорожье. Нет, жесткое бездорожье не буду штурмовать, но я живу в Подмосковье, и в общем-то дороги сейчас уже, сильно разбитый из-за того, что в Подмосковье строится, и каждый год сейчас развивают дороги до невозможности. На самом деле, Илья, вы хотите, чтобы я уговорил вас на Explorer, потому что в нем игрушек больше, чем в Prado. Я правильно понимаю? Я хочу, чтобы вы услышали ваше мнение вообще об этом автомобиле, потому что это не тот Explorer, который раньше был. Совершенно не тот. Это легковая машина. Это Volvo S80, накрытая новым кузовом с большим количеством всяких электронных чудес. А Prado 150, это грузовик. Это лучшая реинкарнация 130-го Зила, которая только была, правда, еще сыровата. И после этого какая мечта у вас осталась? Ну, по поводу Explorer, там все-таки клиренс достаточно большой. Да, поднять можно, знаете, даже Жигули до 175 сантиметров. У меня такое ощущение, что вы бросили монетку, она зависла в воздухе. Ну, поэтому я и звоню вам, чтобы вы, может быть, как-то помогли мне. Как-то он, наконец, помог вам потратить эти 2 миллиона рублей. Ну, да. Жгут они руки. Илья, когда вы будете продавать Ford Explorer через 3 года, у вас его мало кто захочет купить, а Prado у вас с удовольствием заберут. И при этом вы можете еще покочевряжиться и сказать, между прочим, настоящее японское качество. Сейчас уже такого не делают. Я по облату достал из-под полы. Поэтому, пожалуйста, мне еще червонец сверху. Они на это пойдут. Вот это преимущество, оно, наверное, и будет определяющим. Потому что, по сути, по своей, ну, что вам сказать, они неплохие, они разные, но каждый из них сыроват. Я ухожу. До свидания.